Всем добро, времени суток передает и показывает Тенкин. Давненько я не делал обзоров на эсминцы, и поэтому по требованию одного зрителя, сегодня вашему вниманию предстанут ходячий 8 лет строгача, мечта лоликонщика и по совместительству эсминец японского императорского флота Муцуки. И давайте проверим, чем она отличилась в истории. После окончания Первой мировой войны и подписания морского соглашения в Вашингтоне, Япония встала перед проблемой обновления не только крупных кораблей, но и многоцелевых эсминцев. Также к этому моменту начали внедряться новые 610-мм торпеды, которые не могли располагаться на эсминцах, которые на данный момент состояли в строю. Поэтому поступил заказ на абсолютно новый класс таких кораблей, который мог бы разместить на себя новые средства вооружения и действовать в составе океанского флота. Именно таким и стал Муцуки, головной корабль серии из 12 эсминцев, название которого обозначает месяц дружбы, то есть по-японскому это означает январь. Эсминец был заложен 21 мая 1924 года на верфях военно-морского арсенала в Сосебо. К концу марта 1926 года корабль был введен в строй. До 1931 года корабль состоял в резерве, но после небольшого планового ремонта Муцуки включили в состав первого флота и направили в район Шанхая для поддержки японских сухопутных сил, которые вели бои за город. Затем корабль вновь вернулся в Сосебо, где эсминец получил противолодочное вооружение. До 1936 года корабль занимался боевой подготовкой и вновь был выведен в резерв, но начавшаяся полномасштабная война с Китаем потребовала возвращения Муцуки в строй. В апреле эсминец прибыл в район Циндао, где занимался патрулированием, но вскоре корабль отозвали в Йокосуку для прохождения модернизации, после которой он стал активно готовиться к войне против США на Тихом океане. В ноябре 1941 года Муцуки состоял во флоте поддержки, которому было предписано захватить Атолл Уэйк. На первом этапе сражения все сложилось для японского флота не слишком удачно. Огнем береговых батарей и бомбардировкой с истребителей были потоплены два эсминца, а именно эсминец Хаято класса Камикадзе и эсминец Кисараги класса Муцуки. После этого японцы отступили, даже не приступив к высадке. 23 декабря была предпринята уже вторая попытка с поддержкой авианосцев, которая завершилась убедительной победой Японии. В феврале 1942 года Муцуки прибыл в Южный Тихий океан для поддержки десантных операций японской армии. 6 февраля эсминец оказывал поддержку огнем своих орудий войскам, наступающим на город Кавиенг, расположенный на Папуа-Новой Гвинеи. До апреля корабль занимался прикрытием различных десантных операций, после которых был включен в состав соединение, которому предписывалось захватить порт Морсбри, через который шло снабжение союзников на Папуа-Новой Гвинеи. Однако после битвы в Коралловом море операция была отменена, и соединение вернулось в Рабаул. Вскоре после этого корабль поддерживал высадку японских сил в северо-восточной части Новой Гвинеи, в ходе которой корабль подвергся атаке авиации союзников, но сильных повреждений не получил. До лета японские силы все дальше продвигались на юг. Следующей целью был захват островов Соломоновой гряды, где предполагалось строительство аэродромов, с которых можно было бы перерезать линии снабжения американцев в Южном Тихом океане. Но после поражения у Атолла Мидуэй и высадки американских сил на Гвадо-Канале, Япония утратила стратегическую инициативу, и поэтому пришлось перейти к последовательному выбиванию союзников из Соломоновых островов. Была запланирована одновременная атака флота и армии на аэродром Хендерсон-Филд, расположенный на Гвадо-Канале, который являлся ключевым объектом американцев в этом районе, и не позволял японскому флоту в дневное время суток перебрасывать войска и технику на остров. Для усиления японских сил на Гвадо-Канале ночью 17 августа Муцуки совместно с эсминцами Матидзуки и Удзуки произвел транспортировку 120 солдат и офицеров на остров, что стало одним из первых рейсов так называемого Токийского экспресса. 23 августа началась битва у Восточных Соломоновых островов, по итогу которой японские силы планировали выбить силы союзников с Гвадо-Канала. Муцуки в данном сражении являлся флагманом 30-го дивизиона эсминцев. Ночью 24 августа корабль в составе соединения подошел к острову и обстрелял аэродром Хендерсон-Филд, нанеся ему незначительные повреждения, после чего японские корабли поспешно отошли. На следующее утро был получен сигнал бедствия с транспорта Кинрюмару, который был серьезно поврежден американскими пикирующими бомбардировщиками, поэтому Муцуки получил приказ на эвакуацию людей с гибнущего судна. Эсминец подошел к транспорту и приступил к спасению экипажа, но в 10.15 по местному времени в воздухе были замечены несколько бомбардировщиков Б-17. Командир Муцуки, капитан-лейтенант Кензи Хатана, не стал выполнять никаких маневров, потому как считалось, что горизонтальные бомбардировщики имеют немного шансов на поражение корабля таких размеров, как Муцуки. Это и погубило корабль. В ходе атаки одна бомба попала в машинное отделение эсминца, в результате чего погиб 41 человек. Муцуки лишился хода и начался пожар, но несмотря на это эсминец успел добить поврежденный Кинрюмару, чтобы тот не достался противнику. Через 30 минут корабль начал тонуть. Экипаж спас вовремя подошедший эсминец Яей. После того, как капитана Хатана вытащили из воды, он сказал следующую фразу. Даже Б-17 могут однажды добиться попадания. По итогу Муцуки стал первым японским кораблем, который был потоплен горизонтальным бомбометанием. Также можно сказать, что эсминцы этого класса уже устарели к началу войны на Тихом океане и по итогу были потоплены в полном составе в ходе боев, особо не проявив себя. Ну что, уважаемые лавикончики, вы прослушали этот экскурс в историю и теперь я перехожу к рассказу о этой любительнице конфет в Азурке. Муцуки можно получить только из легкого крафта. Изначально она обладает серой уникальностью, но после ретрофита становится синий. Далее я рассмотрю ее умения. Первый скилл позволяет каждые 20 секунд с 60% шансом улучшить показатель перезарядки на 40% в течение 10 секунд. Второе умение становится доступно только после прохождения данного этапа модернизации. Оно позволяет увеличивать всем эсминцам во флоте с Муцуки показатель торпед на 15%, но стоит сказать, что такое умение не только у Муцуки, поэтому оно не будет складываться со скиллами подобного рода. Третий скилл позволяет Муцуки выпускать бараш после каждых 10 выстрелов. Как-то стандартно все что ли, ничего уникального. По поводу ТТХ. Ну, что тут сказать. Если вы внимательно слушали мой исторический экскурс, то я думаю вы понимаете, что с характеристиками у Муцуки все не слишком радужно. Хорошо у нее только с показателями скорости и перезарядки. Под бафом скилла у нее также добротные торпеды, но вот все остальное, как бы это помягче сказать, не очень. Однако надо всегда помнить, что она эсминец синей рарности, который потребляет всего 7 единиц топлива. Как и у большинства японских эсминцев, у нее все отлично с эффективностью торпед. С ПВО для эсминца тоже неплохо, а вот с эффективностью орудий все печально. На самом деле ничего неожиданного, но все-таки давайте я попытаюсь компенсировать ее плохие характеристики за счет экипировки. В качестве орудий ГК я посоветую вот эти 100-мм японские стволы. Они обладают хорошей перезарядкой, и поэтому бараш Муцуки будет чаще вылетать. В перспективе можете поставить 114-мм британские портотипные пушки. Я не буду советовать 138-мм орудие, потому что у Муцуки, как я уже сказал выше, плохой показатель огневой мощи и эффективность главного калибра, поэтому пускай лучше бараш будет чаще вылетать. Торпеды я посоветую поставить родные 610-мм при игре руками. На авто лучшим вариантом будут 4-трубные немецкие торпедные аппараты. Одним из немногих сильных показателей Муцуки является перезарядка, поэтому выбираем в качестве орудий ПВО британские 113-мм стволы, а в перспективе новые шестиствольные бофорцы. А вот в качестве вспомогательного оборудования есть выбор. Если вы хотите повысить живучесть Муцуки, то необходимо поставить ремонтную коробку и какой-нибудь обвес, дающий 550 здоровья. Например, вот этот значок с коллаба Хололайва. Но если таких обвесов у вас нет, то можете поставить просто вторую коробку. Для максимального усиления главного вооружения Муцуки, а именно торпед, необходимо вручить этому котенку 2 радужных дилдока, но это если вы уверены в том, что она будет стабильно жить. Но я бы предпочел все-таки гибридный вариант, то есть одну торпеду и одну коробку. Ну хорошо, за счет обвесов я неплохо так ее усилил, но ведь нашему маленькому эсминцу могут помочь и другие, например, японские товарищи. Первым, про кого мы вспоминаем, это про флагманов Нагата и Микасу. Также и могут помочь японские лидеры эсминцев, а именно легкие крейсера Дзинсу и Сэндай. Да, это банально, я почти их всегда советую, но никого лучше пока что игра нам не дала. Ждем Ямато. Что по итогам, то можно сказать, что Муцуки это по большей мере представитель касты, которая в игре называется плюс в коллекцию. И нужна она только тем, кто любит лолей прям лолей и хочет сесть на бутылку лет так на 8. Короче, если вы отбитый лоликончик, то смело качайте, потому как следователям нужны доказательства. Но не забывайте, что она 1924 года рождения. Все, больше тут сказать нечего. Ну а теперь, прости меня, господи, мы перейдем к разбору характера нашей ходячей статьи для отправки в места не столь отдаленные. Честно, я не знаю, что тут сказать. Она выглядит как ребенок и ведет себя как ребенок. Ей нравятся конфеты прям до ужаса. И она хочет постоянно играть. Свои сладости она поначалу не хочет отдавать. Но если вы, не дай бог, на ней женитесь, то тогда наконец-то получите от нее долгожданные конфеты. В общем, если на вас напало непреодолимое желание поиграть в дочки батеры, то тогда может вам и понравиться компания данного дитя. А я, честно говоря, нахожу это несколько странным. Но каждому свое. Ну а на этом все. Пишите в комментах, являетесь вы лоликончиком или да. Обязательно предлагайте в комменты еще идеи для новых роликов. Также не забудьте подписаться, нажать колокольчик, поставить большой палец вверх и обязательно приходить на мои стримы, где мы с вами и встретимся. Всем спасибо за просмотр и удачных вам игр! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!